Сегодня у меня был эфир информационной войны с Чауриным Геннадием Семеновичем и Кириллом Лебедевым. Мы говорили о лагере навыков. С лагерем навыков мы давно сотрудничаем, у нас было несколько эфиров еще в июне. Дело в том, что я сам педагог, я закончил пединститут, выпустил 11 класс и, в общем-то, занимаюсь воспитанием мальчиков. Я считаю, что они очень сильно инфантильные у нас растут. Ну и, соответственно, лагерь навыков тоже, кстати, преследует примерно такие же цели. Там программы, которые они реализуют, они все направлены на мужественность, на воспитание таких качеств. Ну и рассказывает Кирилл сегодня такой случай, я не могу его не рассказать, потому что он очень показательный. Дело в том, что лагерь навыков это не только крымская летняя эпопея, это еще осенняя сессия, зимняя, весенняя в разных регионах России и Беларуси. И вот этот лагерь часто приглашают на специализированной выставке, посвященной рыбалке и охоте. Дело в том, что лагерь очень много практикует походов, вот этих туристических маршрутов, соответственно, очень близкая тематика. Выставка очень дорогая. Там участвуют разные продавцы, торговцы разного оборудования, крючки, снасти и так далее. А детский лагерь приглашают бесплатно, дают им примерно 200 квадратов в павильоне, потому что очень много активностей с участием детей. А на выставку ходят отцы, родители и, в общем-то, организаторы выставки считают, что лагерь навыков это очень полезное мероприятие на самой выставке. И Кирилл рассказывает типичный случай, который происходит примерно 5 раз в час. Отцы, заядлые рыбаки и охотники, ходят по стендам специализированным, может быть, там смотрят, накупают себе что-нибудь, идут вместе со своими сыновьями. Сыновья так 7, 8, 10, 12 лет. И мужчина расцветает в таком окружении. Он идет, идет таким важным видом. Сынок, смотри, мы сейчас купим это. И авторитетно, экспертно рассказывает о том, об этом. И подходят к выставке, к стенду лагеря навыков. Дети сразу расцветают. Там огромное количество активностей тоже с участием детей. Сразу же вопрос, а как вам попасть? А когда, где вы? Как, сколько стоит? Ну и так далее. Им дают проспект, рассказывают, сколько стоит. И сразу же приглашают. Давайте мы вас запишем в ту или иную смену. И самое интересное, наблюдать за отцами. Они до лагеря навыков были эксперты. Важнейшие люди, которые чувствовали свою значимость. И как только сын обращает глаза на него и говорит, пап, ну что? Человек начинает, до этого он говорил, сынок, да елки-палки. Ну что? Человек начинает сдуваться и говорить. Ну, надо спросить у мамы. И так к чему? Дело в том, что женщина считает мнение своего мужчины абсолютно единственным правильным, да? И принимает его как свое. Только в том случае, если она уважает его деятельность. Если она его считает. Если у него в числителе есть дело. А в знаменателе уже женщина. В противном случае мужчина никогда не будет авторитетом для своего ребенка. Если он не имеет своего дела. И она не уважает его деятельности. С этим что-то надо делать. И нужно мальчика воспитывать таким образом, чтобы никогда, ни в коем случае, стратегическое решение по тому, что делать будут мужики, не превращались в вот этот цирк и спектакль. Когда папа не может принять решение. И демонстрирует это сыну. Это очень весело, но в то же время очень грустно. Спасибо за внимание.